Итак, первый этап это сила. Вот во всем. Вот допустим, хотите успеха в деятельности? Замечательно. Надо понять, что нужно любить людей и любить труд. А всегда хочется денег, положения и влияния. Вот всегда хочется сильная жажда денег, положения в обществе и влияния на людей. А надо любить труд вместо денег, надо местоположение в обществе любить, уважать старших из страны, в которой ты живешь, учиться, по крайней мере. Начинать это делать. Вы знаете свою страну? Каждая страна имеет божественную природу. В вашей стране есть божественная сила. Вы не знаете ее многие. Вы думаете, да что тут божественного? Я вам расскажу. Вот в этой стране, в которой вы живете, божественная энергия доброты, очень добрая энергия исходит на людей. Раз. В этой стране люди обладают способностью очень тонко чувствовать друг друга. Это тоже божественная энергия. Она сверху тоже исходит. Люди очень мирные, не склонные вообще к какой-то войне, там еще чему-то, понимаете. Они любят труд, любят работать, понимаете, в целом. Любят что-то делать, мастерить и так далее. Понимаете, это божественное. А все остальное это просто наше невежество, наша неправильная жизнь. Понимаете, если вы не знаете божественного в своей стране, то вы никогда не будете любить, уважать, никогда не будете сильным в этой стране личностью. Никогда не сможете достичь успеха, понимаете. Потому что вы находитесь в невежестве в этом случае. Старшие люди, тоже любой начальник, он имеет связь с Богом. Надо понять, что в нем божественное, а что не божественное. И контактирует только с божественным, а все остальное не обращать внимания. Не ваше дело, это его проблемы. Он сам за них по башке будет получать. Вот он вам деньги дает, значит это Бог дает через него. Благодарите. Не хотите благодарить, не работайте с ним, идите в другое место. Но идите и работайте там, кого можете благодарить. И тогда у вас все склеится в жизни. Тогда сразу у вас начнет повышаться статус. Как только старший благодарит, и статус повышается. Если вы чувствуете, что вы не можете благодарить, ищите другую работу. А если нигде не можете благодарить, значит у вас что-то с головой. Значит вы не знаете, что Бог дает старших по вашей судьбе, по собственной. Вам Бог дает старших, жену по судьбе дает Бог. Детей по судьбе дает Бог. Все по судьбе. Если человек все принимает, это следующая стадия. Первая стадия. Наполниться. Это бег, аскезы, пост, природа. Зеленая пища. Меньше мяса. Меньше пищи, которая прибивает человека, приземляет. Больше легкой пищи. Готовить с молитвой. Наполняться. Сделать жизнь счастливой. Первая стадия. Никакого вина. Хоть и молдавь. Никакого вина. Ни капли. Ни капли вина в жизни. Вот. Это первая стадия. Наполнение называется. Потом наполнились, принимайте. Раз. Привыкаем к жене. Привыкаем к мужу. Приняли ребенка. Приняли жену. Приняли работу. Приняли страну. И дальше что? Произошло. И на душе не случайно, светло и не случайно, весело. Потому что все приняли. Все. Уже сразу, уже легче жить стало. Потому что единственное, когда трудность, когда опять не могу принять. Просто иногда человек не знает, что ему делать. Допустим, муж обнагрел. Надо посмотреть, что он делает. Если он просто тебе что-то объясняет, слушай, пытайся его понять. Если он орет, надо отдаляться. Потому что это невежество. А если он философию толкает, какую-то возвышенную, делай вид, что слушаешь. Вот три способа поведения. Три способа поведения, понимаете? Если дерется, орет дальше от него. Если не помогает, еще дальше. Не помогает, можно жить отдельно. Но не бросайте, не изменяйте. Понимаете? То есть дистанция важна. Нужна такая дистанция, чтобы сохранять силы. Люди думают, я сейчас отношения выясню, и у меня все наладится. Да ничего у вас не наладится. Невозможно построить отношения с человеком неразвитым. Потому что только благостный человек, который хочет понять другого человека, он понимает, что такое совесть. Он пытается во всем разобраться. С ним можно наладить отношения. А таких людей очень мало. И вы только к этому стремитесь. Ваши родственники сто процентов не такие. Вы не сможете с ними наладить отношения. А вот сделать их благодарными можете. Для этого перестаньте с ними выяснять отношения. Примите их такими, какие они. Служите, заботитесь, они будут вам благодарными. Как только они становятся благодарными, судьба отступает. Они перестают вас мучить. Из-за благодарности. А если они не благодарны. А? А если они не благодарны. Значит тогда дистанция. Значит воспитание. То есть нужно воспитывать тогда. Если вы по-доброму ведете себя, он не благодарен. Значит надо отдалиться, чтобы он почувствовал, что вы ему нужны. И в это время воспитывайте, объясняйте. По-доброму. Чего вам надо. Но поймите, вы чем занимаетесь? Вы тратите силы. У вас происходит короткое замыкание. Вы выясняете отношения только по той причине, что вы не оттуда ждете. Когда человек ждет от близкого человека счастье. А счастье не положено. Он к нему пытается приблизиться. И там происходит короткое замыкание. Скандал. Истощение сил. Почему это происходит? Потому что не там счастье ищем. Понимаете, система устроена таким образом. Я беру от природы, от Бога, от людей силу. Отдаю в свою судьбу. Потому что там наказание находится. Не будешь отдавать, еще хуже будет. Отдаю, отдаю, отдаю близкому человеку. Отдаю. Баб стал благодарен. Это значит, что сейчас пойдет счастье. И сколько придет, столько придет. Потом опять отдаю, отдаю, отдаю. А счастье. Понимаете, а мы что делаем? А мы берем, пытаемся брать, брать от него счастье. А там нет счастья. И из этого скандал, ругань постоянно. И одни только проблемы. Вот это и есть проблема. Понимаете, неправильное представление жизни. И ты когда насытил родственника счастьем, когда Бог доволен тобой, Он начинает прозревать, понимать, что не так не надо жить. И раз, потихоньку, медленно. У него меняется восприятие мира. И Он начинает тебе уже отдавать счастье назад. Вот так устроена жизнь. Когда же Он поймет? Ну не запланировано это у Бога, понимаете? Он планировал вас наказывать. Но если вы как бы отдаете, согласны с наказанием, принимаете судьбу, отдаете ему, служите, ни на что не рассчитываете, а счастье же надо откуда-то брать. Берите от природы, от добрых людей и от Бога. Вот как человек должен жить. И кажется, что это одинокая жизнь. Ну что, если я от близкого человека не могу ничего взять? Разве это жизнь счастливая? Так вы все равно так и так от него ничего не сможете взять. Какая разница? Выхода-то нет. Здесь не запланировано то, что вы думаете. Здесь запланировано мучить друг друга близкими людьми. Вы же сказки-то читали же это. Там Кощей Бессмертного убили, Бабу Ёшку обманули. А потом сказки конец, то слушал молодец, понимаете? Поженились, дальше сказки конец. Все. Дальше жизнь начинается. А как там она будет протекать, никто не говорит. Сказка. Потому что интересно. Все одно и то же.